всех приветствует отвертка канал домашнего мастера и у нас сегодня хорошая тема 10 кондиционеров самоочисткой блока который стоит рассматривать для покупки в этом году в нашем видео мы рассмотрим очень интересные кондиционеры с функцией самоочистки внутреннего блока как вы знаете в процессе работы кондиционера пыль и всякие микробы скапливаются везде в том числе и на вентиляторе и в корпусе кондиционера при самоочистке влага на испарителе подвергается заморозки вместе с частичками пыли после чего размораживается и стекает с конденсатом через дренажную систему на улицу функцию самоочистки нужно включать после каждого использования сплит системы в режиме охлаждения и так поехали разбираться с этим интересным вопросом разберемся с определенными интересными кондиционерами и как вы знаете все товары наши зрители могут найти по первой ссылке в описании под нашим видео вперед и так десятое место нашего видео обзора это да и хад су g r 0 7 h или семерка многие наши зрители задают вопрос что за семерка а это как раз вот именно по мощности семерка восьмерка девятка десятка двенадцатая и так далее вот у меня стоит девяточка для кода в комнатной квартиры этого достаточно семерка но это однокомнатная квартира плюс кухня коридор пойдет и так да и хад су g r 0 7 h эта модель рассчитана на площадь примерно 25 квадратных метров однокомнатная квартира этого будет хватать мощность техники 7 бить и ю или просто семерка это самый начальный уровень внутренний блок работает тихо внешне немножко шумит тут никуда не денешься а у устройства особенно внешнего блока довольно таки короткий сетевой шнур удлинить его конечно можно но вы теряете гарантию так что будьте бдительны просто переноску какую-то организуйте вот самые главные показатели при охлаждении мощность составляет 2050 2050 ватт а при обогреве 2110 ватт потребляемая мощность при охлаждении всего лишь 630 ватт при обогреве 584 вот как раз вот это вот магический кпд якобы 300 или более процентов а это как раз вот это вот магия теплового насоса и такое то сплит системы самый маленький расход энергии это понятно семерка а комнату охлаждает быстро нагревает чуть чуть побольше но это тоже очень быстро диапазон выдаваемых температур 16 вот 16 градусов на охлаждение и 32 на нагрев кондиционер и установлен антибактериальный фильтр ну поверим конечно пульт управления довольно таки понятны и интуитивны и так семерочка дайхатсу пойдет как раз для однокомнатных квартир на теперь 9 9 наш кондиционер 9 место это хайр эйч из у 09 и так далее то есть девятка это немножко так сказать уже помощнее это уже раз двухкомнатной квартиры и так кондиционер подходит для площадей от 22 квадратных метров нормально двухкомнатной квартиры по-любому мощность устройства 9 быть битею или просто девятка заявленную квартиру охлаждает довольно таки быстро я знаю у меня такой типа стоит аккуратный внутренний блок матовый хорошо смотрится непонятно управление шторкой жалюзи есть такое дело здесь надо будет немножко разобраться особенно с пультом дистанционного управления мощность при работе на охлаждении 2 500 на обогрев такая же примерно прибор потребляет энергии при охлаждении 775 ватт в час при обогреве 690 тоже магическое кпд тепловой насос температура у нас выдает охлаждение это до 18 градусов это будет достаточно а и про нагреву 43 градуса но ребятки 43 конечно это многовато в устройстве есть анти бактериальный фильтр размеры тут такое дело девяточка немножко побольше чем семерка двухкомнатная квартира hire подойдет по-любому двигаемся далее по нашему рейтингу 8 место это рода арктик на но rsg 12 и так далее это уже типа размер 12 это уже побольше и внутренний и внешний блок и так далее моща здесь претку и так данный кондиционер может работать помещениях площадью до 35 квадратных метрах может и больше ребятки не надо уже так вот прям напрягаться 12 тип по мощности это уже побольше моща и так далее комнату охлаждает мгновенно 5-10 минут дубарь будет просто в использовании а там ничего такого сложного нет при работе на максимальной скорости шумноватый но ты 12 тип понятно и шумит и внешний внутренний блок по-любому в целом установочные блоки работают нормально сборка качественная мощность в режиме охлаждения уже 3500 с копейками ватт в режиме обогрева 3570 ватт потребляемая мощь при охлаждении 1093 ватта при обогреве 986 ватт все зависит еще обогрев конечно и вот внешней температуры именно кпд вот этого выдаваемой температуры охлаждения до 16 градусов а обогрев 26 градусов это будет достаточно в устройстве имеется магический антибактериальный и фото каталитический фильтр фото посмотрите есть он там нет но написано говорят есть габариты уже побольше по сравнению с девяткой или семеркой ну здесь более я так сказать большие площади 35 квадратов здесь указано как бы по паспорту на самом деле это уже трехкомнатная квартира и уже как-то все дело можно организовать именно с типоразмером 12 а мы идем далее ну а теперь седьмое место нашего видео обзора довольно таки интересная девяточка под названием ishimatsu койота амк 09 h ну как сказать неплохо в принципе девятка это средний вариант для двухкомнатной квартиры сплит система рассчитана для двухкомнатной квартиры ну там будет написано 28 квадратных метров это маловато девяточка нормально продувает и большие размеры мощность контейнера 9 битию или девятка внутренний блок собран из дешевого и хрупкого пластика но хрупкий кто же убить то будет контейнер быстро охлаждает помещение буквально за пять минут до выставления температуры очень быстро у них получается работает очень тихо это очень хорошо ночью можно будет спать некоторые кнопки на пульте делают не делают никаких функций то есть пульт универсальной для более других моделей в работе на охлаждение потребляет мощность 2 то есть охлаждение нам выдает 2 700 потребляет энергии при охлаждении всего лишь 825 ватт при обогреве 748 это магический кпд фильтр имеется предварительной очистки мы здесь правду сказано не какой-то там антибактериальный там фотокаталитические так далее что-то еще там здесь магических функций нет предварительная очистка воздуха есть раз в неделю надо его будет почистить девяточка двухкомнатная квартира можно брать ну а теперь шестое место нашего видео обзора это центек ct 65t 12 то есть делаем вывод это 12 форм-фактор заявленная площадь охлаждения 36 квадратных метров трехкомнатная квартира вся будет охлаждена если будет открыты двери организован циркуляция и так далее мощность 12 12 типа размер компресс компрессоры инверторный вот это вот самое главное то есть у нее нет вот это старт-стоп запуск шумные и так далее инверторные это уже подороже но уже более качественный энергоэффективность тоже хорошие работает непрерывно без постоянных вот этих цифров включения выключения и медленнее изнашивается ну насчет изнашивается все кондиционеры работают очень и очень долго тихий кондиционер потому что у нас инверторный двигатель стоит охлаждает не только комнату в которой установлен а и соседнюю по коридору но это не новость я вам уже и говорил предыдущих наших так сказать позициях что девяточка например двухкомнатную квартиру элементарно если вы поставить еще вентилятор колонну то охлаждение будет еще лучше и так мощность при охлаждении выдает мощность на охлаждение 300 3100 на обогрев 3400 при этом при охлаждении хавает из сети 250 ватт при обогреве 900 то есть не 950 ватт а при обогреве 915 ватт магическая кпд диапазон на охлаждение 16 на нагрев 32 прекрасно фильтр для очистки воздуха приобретается отдельно вот это вот очень интересное решение если честно очень интересно и как всегда в 3 дорога скорее всего так что можно здесь что-то изобразить сеточку какую-то такую интересную пластмассовую там можно забамбурить зрители нашего канала этот вопрос решат мгновенно так что у нас аппарат 12 типа размер это у нас уже хорошая трехкомнатная квартира идем далее итак мы потихонечку подходим к рубикону нашего обзора и так пятое место хайер эйч с у 12 hpl 03 и так далее это у нас 12 типоразмер моща поперла это трехкомнатная квартира ну будем так советская если вы будете считать по современным вариантам ну может быть даже и хватать не будет особенно если высокие потолки и так кондиционер рассчитан на помещение площадью 35 квадратных метров плюс-минус 12 типоразмер моща если включить этот кондиционер на переду комнатной или однокомнатной квартире дубарь будет только так при нагреве мгновенно будет тепло это хорошо и так в режиме охлаждения мощность выдает холода 3400 обогрев 3500 при этом при холоде например потребляет мощность из сети 1060 ватт три раза вот кпд вот это вот магическая при обогреве 970 ватт есть антибактериальный фильтр и фильтр предварительной очистки предварительно это правильно это правда антибактериальный его надо поискать скорее вы там не найдете но 12 тип большие современные квартиры можно ставить довольно таки неплохой аппарат четвертое место нашего видеобзора бирюса b12s rp и так далее так 12 тип это уже моща если честно так эту модель как и предыдущая к эта модель как и предыдущие рассчитаны на площадь 35 и больше так сказать охлаждается мгновенно вентилятор внутреннего блока очень тихие это очень важно особенно ночью на маленьких оборотах чтобы вы спали спокойно внешний блок получился в этом аппарате довольно таки шумный его вибрация чувствуется даже на кирпичной стене вот это начинает и вы начинаете слышать через стенку корпус внутреннего блока среднего качества дизайн простенькая там не надо изысков каких-то делать мощность на охлаждение 3500 выдает на мощность на обогрев 3800 прекрасные показатели в три раза меньше соответственно потребление из сети температуры на охлаждение доме 16 градусов понижает максималочка 30 градусов хватит за всю на всю так сказать площадь есть антибактериальный фильтр и фильтр предварительной очистки ищите антибактериальный фильтр интересно есть он там или нет но такое дело так что 12 можно тоже приобретать бирюса а внутренний блок довольно таки не шумные это хорошо и так третье место занимает этот аппарат дженерал климат джи си аре 12 hr 12 есть значит 12 тип размер и правильная штука это кондиционер рассчитан на площадь в 35 квадратов и даже больше компрессор ребятки инверторный это очень правильно охлаждает помещение быстро не шумит есть небольшая вибрация внешнего блока при работе то есть немножко будет слышно соответственно мощность на охлаждение выдает почти что 4 киловатта 3 950 на обогрев аж 5 тыж ватт это прекрасно три раза меньше соответственно хавать в зависимости от температуры наружной в три раза меньше электричество этот кондиционер потреблять больше всех энергии среди всех моделей в данной подборке но здесь уже моща инверторы и так далее но соответственно видим здесь почти что 5 киловатт на обогрев нам выдает это понятно температура наружного воздуха при работе на на охлаждение может работать от минус 15 до плюс 50 минус 15 конечно у нас кпд уменьшается и так далее то есть увеличивается на охлаждение минус 15 мы хотим охладиться это мгновенно у нас получится а вот если будет плюс 50 на охлаждение кпд конечно будет не ахти так что надо где-то в среднем варианте работать на обогрев может работать при температуре минус 15 это у нас самый худший кпд и плюс 30 это мгновенно нагреет вашу квартиру в в комплекте есть антибактериальный ищем заставляем продавцов показывать а покажите мне антибактериальный фильтр ну вот как то так и фотокаталитический фильтр то же самое скажите покажите где как как он работает и так далее и вы увидите у вас лапша будет оседать на ваших ушках ну вот есть такая штука так что довольно таки неплохой аппарат инверторного типа 12 к охладит вашу трехкомнатную квартиру довольно таки быстро это было третье место нашего обзора и так второе место нашего радио обзора шикарный электролюкс и и с flash 09 hp сразу понимаем девятка а девятка у нас подходит именно для двухкомнатной советской квартиры и так данный кондиционер предназначен для помещения площадью до 25 квадратных метров это плюс-минус мощность 9 или 9 бытию компрессор инверторный не шумный правильное энергообеспечение и экономия здесь есть шикарный аппарат говорю следующее помещение охлаждает быстро в процессе работе если набрал нужную температуру то с раба сбавляет обороты и просто ее поддерживает чуть-чуть так сказать пускает немножко холода это хорошо экономит электричество меньше шумит по ушам не ездит мощность выдает на охлаждение 2 800 на обогрев 3 200 соответственно в три раза меньше потребляет или электроэнергии диапазон температур может работать от минус 22 до 48 скажу следующий кондиционер на нагрев минус 22 это кбдшка будет никакая или на охлаждение при 48 но здесь уже хочешь не хочешь надо будет охлаждаться так что вот не надо злобствовать вот этими большими температурами да можно накрутить ваш кондиционер что он будет работать от минус 50 но это будет совершенно так сказать неправильная вещь также в этом аппарате у нас имеется фильтр предварительной очистки и тонкой очистки обязательно посмотрите обязательно спросите как он работает почему он так работает и за чего он так работает и так далее а и обязательно пока чтобы вам показали антибактериальный фильтр бывает там такая на фильтре маленькая на лёпочка такая же пластмассовая сеточка якобы обладающие какими-то магическими функциями под названием антибактериальный фильтр так что смотрим очень хороший аппарат электролюкс девяточка для ваших двухкомнатных квартир ну и по кончанию нашего видео первое место нашего обзора тахи touch и р и кей 25 р е ф название ни о чем не говорит но этот аппарат у нас примерно 12 типа размера кондиционер предназначен для работы в помещении 35 квадратов и больше по-любому мощность или типа размер 12 компрессор у нас инверторный прекрасно как и мной как многие утверждает эта модель гарантия качества ну понятно кондиционер хорошо охлаждает при этом не шумит ночью очень тихо элегантно работает можно спать будет спокойно и просыпаться и спать в комфортной температуре в нашу жару которая сейчас у нас есть это очень важная вещь на охлаждение выдает 2 500 на обогрев 3400 в три раза меньше потребляет при этом электроэнергия на может работать от минус 15 до 21 градуса и так далее это на тепло на холод это минус 10 плюс 46 имеется у нас фильтр предварительной очистки тонкой очистки и фото каталитический фильтр обязательно спрашиваете показывая то есть чтобы вам показали и так далее вы должны смотреть наш канал и вот именно я вас направляю в нужном направлении чтобы вам не навешали лапшу на уши так что фото каталитический фильтр по любому вам должны показать итак это у нас было первое место hitachi r и кей 25 р е ф ну вот как то так и итак в целом что можно сказать при выборе кондиционера важно обратить внимание на фильтрацию воздуха по любому она должна быть размер помещения до где будет установлен сам континент чтобы на вас не дуло и так далее энергоэффективность это у нас инверторные двигатели и так далее обязательно обращайте на уровень шума инверторные меньше шумят попроще побольше шумят и конечно гарантия по любому на все остальные так сказать чудо фильтры фотокаталитические так далее вы потрошите им так сказать полностью мозга чтобы они вам полностью рассказали про это дело и показали прямо на пальцах тогда это будет правильный подход при выборе правильного кондиционера и так все наши зрители могут найти в описании одну правильную ссылочку на все вот эти вот наши товары вы узнаете что почем где и как товары зрители смогут найти по первой ссылке в описании удачи вам и прохлады это канал отвертка канал домашнего мастера я надеюсь данная информация была вам полезна подписывайтесь на наш канал ставьте нам лайки смотрите наши еженедельные стримы с нами будет интересно